У тебя есть ощущение, что на улице дубак? Ну не то, что прям холодно, так как-то промазло. Я знаешь, что я тебе хотела спросить? Вот скажи, с лета, когда в зиму уходишь, вот 0 градусов, тебе кажется, что очень холодно? Да, конечно. А весной, минус 5, ты в трусах носишься, и думаешь, блин, ну вот она весна, уже жара вся с дубом. Человек привыкает, как ты хотел, конечно. Вот я сейчас думаю в истерике, как можно при минус 5 уже разделывать курицу, допустим. Или что-то делать на улице. Хорошо. Друзья, всем привет! Покажем вам альтернативный вариант снятия пера с птицы. Вот у нас 4 особи сели на лапу, нужно срочно снять перо, ну в общем, короче, с ними разделываться и уехать. Нет времени, неохоты, короче говоря, запускать бойню, кипятить на плите воду, вот. Поэтому эта птица остается нам, и оперативника нам нужно с ней разделываться. Смотрите, как мы поступаем. Это не наша идея, это мы посмотрим в интернете, просто покажем, как мы это делаем. Даже не беру специальный нож для лапы для голов. Простым ножиком маленьким. Отрезаем голову. Так, это мы. Это кота будет. Отрезаем лапы. Переворачиваем ее к себе. И со стороны шеи подцепляем кожу и разрезаем ее вдоль всей птицы. В общем, вы уже поняли, что мы просто снимем с нее кожу вместе с пером. Дорезаем до задницы. Осторожно, чтобы не прорезать кишку. И оставляем. Так, теперь. И берем, вот так вот подцепляем все эти пленки. Отделяем от мяса вместе с кожей. И аккуратненько вот так вот снимаем. Потом я беру ногу. Вот так пальцем нахожу, значит, голень. Держу эту голень и поехали стягивать кожу. Вот видите, она у нас слезла с этой стороны. Теперь слезет с этой стороны. Также держим голень. Угу, попали. И стараемся так, чтобы куски эти не остались на ноге. Но нужно прикладывать усилие. Вот. Все. Так. Попу мы здесь вот подстащили и оставляем. Теперь переворачиваем ее вот таким образом. Здесь, значит, мы также освобождаем все пленки. Здесь у нас остается трахея и зоб. И берем стаскиваем ее с крыла. Вот так. Вот видите, крылья остались. Не крылья эти. Перемаховой. Обычно они, ну, должны по идее, они связать вместе с кожей. Но в этот раз они не захотели. Пальца я не мучаюсь, я их просто отрезаю. потому что с них все равно ничего не снимется. Так. То же самое с этой стороны. Порвай. Вот так. Здесь по суставу я обрежу. Так. Есть. Теперь снимаем туда вниз до попы. Ну, можно оторвать уже, в принципе, вот так. Останется у нас там гуска. ее я отрезаю, чтобы не щипать с нее перья. Аккуратно. Вот, я прорезал немножко, да? Чуть-чуть за. Или нет? Вот и... Да. В общем, нужно так, чтобы кишку эту не прорезать. Так, теперь смотрите, здесь, вот у нас попа сразу здесь появилась. Я, чтобы не дергать вот эти перья, да, я сразу отрезаю хвост. Это гуско называется. Гуско, да. И здесь мы видим сразу прямую кишку. Или не совсем прямую. Мы ее обходим аккуратно. Вот она у нас лежит. Так, теперь то, что вы можете увидеть на некоторых каналах, что зоб вытаскивают через задницу, не отделяя его от груди, это все обман. Невозможно вытащить зоб, не отделив его от груди. Вот здесь пленки. Их нужно все порвать. А когда здесь еще кожа, да, и вы потрошите курицу с кожей, то не только от мяса, а еще и от кожи нужно оторвать этот зоб. И вот когда вы здесь его освободите, только в таком случае его можно вытащить через попу. Вот так. теперь элегантным движением руки прорываем по бокам связки и сразу хватаемся за сердце и вытягиваем все это дело. Вот у нас зоб. Вот зоб. Так, вот зоб, вот сердце. Вот и трахея все. В принципе, все у нас здесь, да, и трахея у нас здесь. Так, с этим я разберусь позже, чтобы не затягивать ролик. Вытаскиваем легкие. Так, одно. Второе. Елена Викторовна делает это, конечно, более профессионально. У нее рука меньше. Ну, в принципе, все. Нам останется ее помыть. Вот имеем мы вот такую вот с вами тушку без кожи и без пера. Время я не знаю, сколько мы на это... Минут. 7 минут, да? Но это не только снятие пера и потрошение. А, и потрошение. Да, снятие пера и потрошение. И обжиг, который не надо тоже экономить. Обжига не надо, да. Вот если вы торопитесь, как вот в моем сейчас случае, мне нужно 4 вот этих вот отсюда убрать и улететь там по делам дальше. Вариант, в принципе, это нам как бы на фарш там или приготовить. Любые варианты годятся как бы. Есть же люди, которые снимают кожу. Все равно, в любом случае, кожу не используют в пищу. Вот тоже им тоже такой вариант. Ну, да, вполне. Вот здесь 4 штучки у нас уже готовы. Все. А если кипятить воду там, да, все это дело, это представляется, насколько затянется. Так что, примите, принимайте на вооружение, кому это пригодится. и вот сейчас только нас идея посетила, что если заранее отрезать фаланги на крыле, то кожа будет, мне кажется, проще сдираться и, возможно, не будет оставаться маховых перьев на крыле. Так что, тоже, принимайте на вооружение, попробуйте, может быть, лучше будет. Я в следующий раз попробую, когда у меня будут кандидаты на это. Все. Подскажи, тяжело это сделать физически, кожа с ней? Ну, надо приложить усилия, я не знаю, насчет женщины как, но мужчину-то сделаю без проблем. А если ее подвешивать, как некоторые предлагают, может быть, проще с подвешенной сделать, типа вниз? Да нет, ну как, проще нет, конечно. Она лежит, ее зафиксировал, вот как я показал, пальцем за голень взял, другой рукой тянешь, а если она будет болтаться, трепыхаться, то это неудобно. Мне так кажется. Я не знаю, может быть, вам это удобнее будет, ради бога. Все на этом, спасибо за внимание, может быть, будет кому-то полезна эта информация. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, жмите в колокольчик. Всем пока. Напасаран. У тебя куртка прямо для Напасарана.